Красноярский край станет самым крупным мировым поставщиком металла, что дороже золота. В эфире федерального телеканала президент Норникеля Владимир Потанин рассказал о планах по увеличению добычи палладия. По прогнозам экспертов, без этого металла невозможно наступление эпохи электрокаров и чистой окружающей среды. Как изменения на рынке палладия скажутся на экономическом и экологическом благополучии края, а также появится ли у Норникеля своя криптовалюта, расскажет Денис Денисов. Обойдя в прошлом году металлургических конкурентов по реентабельности, компания Норникель сегодня стала одним из основных источников палладия в мире. Сейчас это самый дорогой металл, главный материал при производстве электрокаров. Спрос на него по всему миру неизбежно вызовет временный дефицит, говорят специалисты. Но президент Норникеля Владимир Потанин уверяет, палладий на рынке будет. Понимаете, вот этот катализатор, который улавливает вредные выбросы, он очень маленькая деталь в машине и стоит не так дорого по сравнению с машиной. Но без него невозможно выпустить автомобиль. Поэтому такая дополнительная нервозность у производителей есть по поводу того, что им просто физически не хватит палладий. Объемы палладий, которые мы производим, которые мы подставляем на рынок, они абсолютно прозрачны, понятны. Здесь сложилось просто объективное соотношение между спросом и предложением. Вместе со стабильными ценами на никель, это дает отличную почву для входа Норникеля в новый инвестиционный цикл. От политики поддержания объемов к политике роста. Компания собирается обеспечить рынку стабильные поставки металлов как за счет расширения обогатительных мощностей, так и с помощью запуска новых инвестиционных проектов, таких как Южный Кластер, предусматривающий освоение запасов северной части месторождения Норильска-1, и Арктик Палладий, совместного предприятия с русской платиной. Еще одно важное направление – цифровая экономика. И в отдаленной перспективе возможно даже создание собственной криптовалюты, которая упростит связь с партнерами по всему миру. А ведь фактически это что такое? Это вместо товаров и услуг в оборот поступают их символы, ну то бишь зацифрованные права на товары или услуги. Такого рода символами, то бишь токенами, ими легче торговать, их легче вводить в оборот, меньше издержки, проще процесс заключения сделок, надежность высокая, потому что такого рода сделки как раз заключаются на пресловутом блокчейне, то есть в рамках распределенного реестра. Но ни о каком имидже успешного и современного крупного предприятия в сегодняшних условиях невозможно говорить без эффективной экологической политики. Серьезность намерений Норникеля в этом вопросе наглядно продемонстрировали закрытие устаревшего никелевого завода и серный проект. По словам президента Норникеля, вопрос улучшения окружающей среды стал для него личным. Успешное предприятие, которое загрязняет атмосферу, и на котором, например, высокий уровень травматизма, это не то, на чем престижно и приятно зарабатывать деньги. Поэтому мы с обеими этими проблемами, с производственным травматизмом и с экологическими проблемами, боремся как можем активно. И много в это вкладываем, и, в общем-то, на это денег не жалеем. В проекты экологической направленности Норникель планирует вложить более 2,5 миллиардов долларов. Владимир Потанин твердо заявляет, что к 2023 году компания должна в четыре раза уменьшить выбросы диоксида серы в атмосферу и вообще нормализовать общую экологическую обстановку в Норильске. Решение экологической проблемы является важным для компаний с точки зрения продвижения своей продукции, имиджа и всего остального. Но все-таки главное – это проект социальный. Это чтобы людям нормально жилось, чтобы у них были нормальные условия. Плюс, чтобы, в принципе, мы не загрязняли окружающую среду. Мы же все-таки не только бизнесмены, мы же все-таки граждане еще. И об этом я стараюсь не забывать. Процессы, на пороге которых сейчас стоит Норникель, важны не только для инвесторов и рынка, но и для всей страны, поскольку смогут обеспечить стабильный прирост ВВП и налогов в региональные и федеральные бюджеты. Денис Денисов, 7 канал.